Всем привет дорогие друзья, с вами Марш, сегодня мы с вами поиграем в No Man's Sky. Это песочница, космический симулятор. Прекрасная игрушка, я уже какое-то время в неё побегал. И почитал некоторые текста, некоторые отзывы. Оказывается, ну, я в общем-то этого не знал, вот делюсь с вами впечатлением. Когда мы создаём новую игру, нас кидает на одну из 18 секстиллионов уже готовых планет. Это, по-моему, просто великолепно. Так, музыку бы покрутить. А то музыка что-то зверствует. Собственно, нам нужно отремонтировать корабль и смонтаться из этой замечательной планеты. Мне, по-моему, нужно ещё железо. Для того, чтобы отремонтировать. Ну да, ещё два куска нужно. А железа не так уж и много, ладно. Мне немножко это всё напоминает Старбаун. О, какая мразь, смотрите. Не, я отправляюсь на охоту. Никаких. У нас есть реактивный ранец. Она от нас не уйдёт. Небольшой перегрев. Как видите, пушка у нас перегревается. Добытые нами материалы мы можем сразу... отправлять на звездолёт. Это усиление, это немножко не то. Ну, к управлению стоит привыкнуть. Управление затачивалось под геймпады. Не совсем понимаю, зачем это было перенесено на ПК. Ну, ладно, упустим. Перенесли, да и хер с ним. Так. Девяти не хватает. Это, походу, мои дроны полетели. Разведка системы жизнеобеспечения. Хорошо. Продукт создан. Технология восстановлена. Хорошо. Для двигателя нам нужно два листа. Гелий, цинк. Надо его, короче, искать. И зарядить мультитул. Знаю, как его зарядить. Технология заряжена. У них встроенные турели, поэтому стрелять бы в них не хотелось. Давайте ещё полапаем то, что у нас есть уже здесь. Собственно, в лагере. Ничего. Это я уже трогал. Нет. Включим. Изотопы. Ну, для того, чтобы зарядиться, должно хватить. Так, маяк я потрогал. Там было какое-то сообщение. Я решил ему не следовать. Решил пойти своим путём. Ладно. Хорошо. Отремонтировать сканер мне предлагают. Серьёзно, да? У меня же нечем его ремонтировать. У меня же нет углеродов. Эх, ладно так и быть. Чё это такое? Изотоп. Вот это тот камушек меня интересует. И вот монолиты эти висящие. И вот там вот какой-то знак вопроса. Хочется всё посмотреть. Хочется всё полапать. Всё попилить. Какой-то он разъёбанный. Медь. Медь это немножко не то, что мне нужно. Пойдём-ка вот в пищеру. Да, ранец это удобная штука. На самом деле. Поможет мне тут выжить. Чё это за цветы, блять? Какие-то странные они. Плутоний. Плутоний. Путь чем зарядиться. Пойдём к знаку вопроса. Сразу же посмотрим, чё там. Отметка на карте Демон корабль есть. Так что в любом случае я могу вернуться. Каких-то опасностей с наступлением темноты я пока не вижу. Да и строений вроде никаких рукотворных нет. Вот это вот. Но это скорее всего монолит. Песчера. Ещё пещера. Прикольно. Хочу заглянуть. Воу. Вот это я нормально зашёл. Нормально тут плутония накопаю. Золото. Вообще прелесть. Но это всё ещё не то, что мне нужно, к сожалению. Может я могу ещё чё-то закрафтить? Необходимо железо для пушки. А можно так же прокачать. Но там нужен титан. Опять нужен титан. Давайте накопаем железо. Почему бы и нет? Создадим себе пушку. Долго копается. Сука. Но зато эффект превосходный. Да. Технология установлена. Угу. Хорошо. Мне нужен углерод. Технология восстановлена. Технология восстановлена. Визер какой-нибудь. Но нужно восстановить сканер всё-таки. Где мне искать углерод? О, я понял. Хорошо. И чё это за цветок такой? Пырящийся. Углерод. Эм. Блядь. А. Я буквально на секунду. А как переключиться? Должен же быть способ. Тут есть ближний бой, судя по всему. Фонарь. А вот он. Расцепитель. Я, по-моему, собрал достаточно углерода, нет? Нет, 25. Разведка системы жизнеобеспечения. Чё там такое? Чё там за печаль беда с системой жизнеобеспечения? Технология заряжена. Всё? Ладно, тогда давай побыстрее исходим. Вот ещё углерод. Не, это из-за того. Но получено углерода почему-то. Ну окей. Не важно. Теперь хватит? Хватит. Технология восстановлена. Теперь нужно искать гейди. Ну заебись. Я уверен, это самая сложная часть. Выбраться из этой замечательной планеты. Дальше будет куда веселее. За мной эти дроны летают. Это меня чё-то вообще не радует. Я такой чё... Это не дроны. Это другие корабли. А-а-а. Лагерь. Чё это такое? А мы его можем скрафтить? Давайте проверим из-за одно. Плутоний до железа. В принципе, да. Что это такое? Угу. Маркер убежища обнаружен. Сигнал колониального поста. Убежище. Поиск убежища. Обнаружено убежище. Ой, там кто-то... В этом лазает. В траве. Я забыл, какой я кнопкой переключался. А вот, сканер. Вы совершили открытие. Ну, открыть это хорошо. Точка восстановления. А внутрь-то можно зайти. Энциклопедия. Углероды. Гек теперь относится к вам лучше. Кто такой гек? Что это вообще за дрянь? Чё я достал из этой колбы? Боже мой. Ладно, не важно. Мне нужно починить свой звездолёт. И съебаться отсюда. Гиридии. Нужно 200 штук. Цинка нужно 20 штук. И два листочка нужно этих. Замечательных. Угу. Угу. На листочке мне нужно железо и да и платина. Вот, сука, платина нету. Блин. Ай, подожди, или это я не то смотрел. Наверняка. Мам, ты тут нужно только железо. Так давайте надолбим железо. Почему бы и нет? Да и с листками будет всё. Вот это вот. Вот это ж по-любому железо. Сейчас я его расхерачу и тут его будет много. Довольно быстро садится мультитул. Ну давай, ещё же немного осталось. Ну вот. Это такая продвинутая версия Старбаунда. Реально та же херня. Мы прыгаем по планете, ищем всякое. По-любому же будем искать бензин для нашего корабля, для того, чтобы перемещаться по разным планетам, по разным секторам. Это тот же Старбаунд, япона мать. Так, сколько мне там? Два таких? Листка нужна. По-моему, два. Ну, заебись, раз он... Создан. Сейчас мы ещё посмотрим, сколько тут. Чё тут, и сколько всего надо. Цинк нужен. И геридий нужен. Геридий. Есть у меня, конечно, одно предположение. Он синего цвета, значит, нужно искать синие обелиски, или чё-то вроде этого. Вот чё-то вроде такого. Да-да-да. Давайте двинем туда. Ошибся, так ошибся, с кем не бывает. А вот где искать цинк, я пока не знаю. Но я думаю, я узнаю это определённо. Хорошее местечко. Классная сейф-зона. Да, обелисков тут хватает, на самом деле. Хорошо. Будет чем поживиться. Добываем ресурсы. Выживаем. Классная песочница. Вот только хочется попасть в космос. И пока монстров, кстати, нет, которые жопу рвут. Чё там такое? Ты чё, цинк под землёй нашёл, что ли? Или это геридий? Чё это? Ну, это-то из-за топ-плутония. А чё с ним не так? Чё это он в сеточку? Последка системы жизнеобеспечения. Силикат. Давайте посмотрим. А вот тебе и геридий. Я был прав всё-таки. Давайте разрубаем его. На части мне он нужен. Причём, по-моему, довольно много. Температура защиты. так сколько я там уже его насобирал так 200 штук есть теперь надо цинк искать хорошо пойдем посмотрим где есть цинк в этой каменюке скорее всего его нет не показалось или меня чё-то укусила скорее всего нет цинка чтобы отремонтировать я так понял ресурсы желтого цвета мне нужно искать то был ресурс синего цвета это ресурс зеленого цвета чё это такое флора интерес там что-то валяется пойдем посмотрим какой-то баф давайте воскурим что он не скуривается че ты такое Окей Я приручил зверушку Ой, там внизу что-то прям Кладезь всего Вот я и походу нашел то, что мне нужно Но спуститься тут нельзя Хм Ивентаж полон Свод, сука Сейчас Ну как? Освободил? Двадцать цинка надо было Все, теперь есть чем отремонтироваться по идее Технология восстановлена Все Теперь я могу съебываться Заправить взлетные ускорители Ты че, издеваешься? Потонная пушка, взлетный ускоритель Технология заряжена Так у меня ж плутония херова гора Давай его нормально зарядим Технология заряжена Ммм? Нормально? Температурная защита стабилизируется Технология заряжена Че, я просрал весь плутон, что ли? Ну мне А, он только Определенными Заряжается Я понял Хорошо Ну давайте тогда найдем их Раз он заряжается только определенными видами Топлива То почему бы и нет? Оно где-то внизу, блять Важный этап путешествия Окей Ремонт звездолета Я все понял Я хочу вниз спуститься Покинуть планету С удовольствием Как только я найду способ спуститься вниз О, там че-то дымится Хочу туда Вот это походу как раз таки то, что мне нужно Для заправки Разрядка системы жизнеобеспечения Да ты успокойся, че ты очкуешь Хорошо, я понял Спасибо Ну че, попробуем покинуть эту замечательную планету Сейчас, конечно Надо бы заправиться еще А, нет Не надо бы Окей Ладно, валим отсюда Пока костюм не разрядился В принципе, неплохая мне попалась первая планета Тут и монстры, в принципе, мирные Ну, на меня не нападали Вот И вроде как Планета ко мне дружелюбна Даже сейв-зону я нашел Ну, короче, все прекрасно По-моему Корабли ли тут летают? То есть Мы недалеко от торговых путей, судя по всему Температурная защита стабилизируется Или это просто граница сектора А это патрули Какой-нибудь USS Или че-нибудь такого М Удерживайте В, чтобы взлететь Хорошо Хорошо Ой, ой, ой Да Прикольно Давай взлет на 90 Покидаем атмосферу Матерь божья А куда я лечу? Я ведь просто лечу Куда-нибудь несусь На световой скорости Тормози, тормози нахуй Сейчас врежемся куда-нибудь Ох ты Господи Боже мой Блять Нахуй такую жизнь Тормози Ага Я уже там был Не открыто Давайте туда слетаем Почему бы и нет Я могу просто валить астероиды Ими заправляться Какая прелесть Технология Заряжена Все Иди в очко Я полетел Блин, прикольно Согласен Это куда интереснее Чем в Старбаунде Правда Я вот башкой Во время гиперпрыжка Крутить не могу Ну это ладно Знаете Напоминает Фрилансера Старая-старая игрушка Мало кто ее помнит Уже наверное Тоже про космические полеты Правда Там это было Про Именно искателя приключений Который Зарабатывал своим Космическим ремеслом Там различные Космические станции Космические пираты Было прикольно Но каменкурт Похоже на землю Кстати Внимание Получены Навиграционные данные Маяк На той планете А это что такое Космическая станция Давайте сначала К ней А там уже посмотрим Сейчас стоп Я думал Маяк На планете А не Нифига Тогда давайте Сначала За маяком Все таки На планете Блять Наебалово Ладно Взял уже курс Тогда полечу Почему бы и нет Ой Что-то лагануло Игрушка ведет себя Ну В принципе Нормально Хотелось бы Конечно Большей Лучшей Оптимизации Ну да Это не страшно Все равно Идет она Великолепно Ух ты Твою мать Тормози Нахуй Да Нет 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 Нормально Тормози Да, включить бы камеру сейчас от третьего лица. Но не работает же, чё ты врёшь-то? Я могу себя только вот так вот ускорить. И всё. Надеюсь, маяк не в воде. Потому как вода тут такая себе. Не знаю, на кой хрен я лечу за этим маяком, но мне просто интересно. Наверное. Ух ты, твоё мать! Косогоры тут какие-то. Блин, было нарисовано, что он вообще совсем рядом. А лететь ещё целых две минуты. Блин. Как-то это... Странно. А чё есть? Чё тут внизу? Надеюсь, на этой планете найдётся топливо для моего звездолёта. Охренеть, такое чувство, будто я вообще не приближаюсь. Полёт над землёй. Это здорово. Охренеть. Подписывайтесь. Охренеть. Объясня지. Охренеть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Времени добавилось Ну вот он по идее уже рядом Только не говорите мне, что он реально в воде Субтитры сделал DimaTorzok Уровни температуры стабилизируются Радиоактивная Какая прелесть Зверь Какой-то зверь внизу Прикольно Опасный видимо Наверное лучше тут тогда не задерживаться Радиозащита Радиозащита меня потихоньку Уходит Но тут есть сигнал с маяка Поэтому это скорее всего сейф Золото Почему бы и нет Ничего Увы Внимание Получены навигационные данные Неплохо Похоже на вышку в Assassin's Creed Ну там вот сейф, да? А ванпост В принципе мы можем сесть в корабль И долететь до ванпоста Я думаю это будет правильным решением Но наверное я пожалуй на этом завершу свое Похождение Получилось довольно таки интересно Мы попутешествовали Посмотрели Че из себя представляет эта замечательная игра Было здорово Что ж дорогие друзья Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал С вами был Марс До новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok